доброе утро сегодня мы продолжаем лекции и лекция у нас сегодня посвящена трехзвездной архитектуре если вы помните на прошлом занятии мы с вами разбирали двухзвездную архитектуру двухзвездная архитектура из чего состоит попробуйте вспомнить двухзвездная архитектура состоит из двух частей это два звена какие двухзвездная архитектура состоит из двух звеньев это клиент и сервер потому что мы проходим клиент серверные приложения так и они могут по-разному разделять компоненты о которых мы говорили ранее в трехзвенной архитектуре у вас три звена уже но эти три звена это вообще не три отдельные части фронт-энд бэкэнд еще что-то а это разделение бэкэндной части серверной части на разные чай разные блоки разные звенья то есть у вас одно звено это клиент который отправляет запрос и получает ответ да у вас есть сервер приложений вот и у вас есть сервер базы данных так то есть соответственно непосредственно сама база данных вот и получается что у нас у нас по сути есть три основных компонента это представление данных то есть интерфейс у нас есть прикладной компонент то есть логика работы самого приложения и у нас есть ресурсы да это обычно какие-то данные чаще всего вот и соответственно мы просто эти три компонента делим на три отдельные части то есть вот у нас клиент он отвечает за интерфейс представление данных у нас сервер приложения отвечает за прикладной компонент то есть логику как приложение выполняется так как она обрабатывает данные и сервер базы данных который управляет ресурсами то есть их хранит их структурирует и отвечает на запросы сервера приложений вот и на самом деле кроме двухзвенной и трехзвенной сейчас могут быть намного более распределенные системы да то есть многозвенные почему потому что кроме только базы данных да могут быть еще какие-то сторонние программы которые могут быть использованы для этого приложения допустим какие-то ресурсы для обработки данных хитрые например интеллектуальные системы нейронки которые там прогнозируют что-то или обрабатывают картинки так соответственно здесь вот к серверу приложений может быть подключена еще третье еще одно звено допустим сервер сервер интеллектуальной системы да и которая стыкуется как сервером приложений так и сервером базы данных то есть она берет данные из базы данных берет данные из сервера приложений обрабатывает каким-то образом и отправляет на сервер приложений возможно отправляет на сервер базу данных вот таким образом и получается что может быть на самом деле много звеньев это зависит от того какие задачи выполняет ваше ваше клиент серверное приложение особенно вот такими звеньями являются дополнительными звеньями являются программы которые вы не сами разрабатываете а вы используете уже разработанные инструменты вот не знаю слышали вы или нет недавно nvidia предложила новую новый подход для передачи видео да по сети то есть сейчас получается если мы видео передаем например вы сейчас смотрите меня я к сожалению не вижу вас но в принципе если бы включили видео то я бы вас видела это тоже картинка картинка она довольно объемная и очень сильно загружает сеть вот и есть различные способы как ее ужать но даже если мы классические методы сжатия используем у нас все равно объем память объем данных для передачи он все равно не сильно снижается вот и либо теряется качество то есть качество картинки она становится такими пикселями кубиками наверняка если вы допустим по ватсапу друг другу звонили или там по хэнгауту и у вашего собеседника или у вас была плохая связь то вы увидели вот такую расплывчатую очень картинку которая еще кадрировалась да плохо передавалась вот nvidia предложили другой вариант это брать грубо говоря сделать снимок фотографии фотографию когда начинается разговор потом снимать ключевые точки как двигается рот как двигаются глаза как двигаются лицо да и передавать именно вот эту информацию то есть не всю картинку не все видео а именно ключевые точки и на другом конце восстанавливать это из фотографии вот этих ключевых точек то есть грубо говоря дипфейк не знаю слышали про такое понятие дипфейк 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 это когда берут и новые системы есть нейронки которые могут взять и на видео вот грубо говоря вот я сейчас вы меня видите да я могу использовать инструмент дипфейк чтобы вместо моего лица был например было например лицо илона маска я буду разговаривать и будет вам будет видно как будто илон маск вам лекцию читает понимаете вот это называется дипфейк да вот и использовать вот эту же технологию но не для того чтобы надевать вот эти маски других людей а чтобы передавать информацию и и нагрузка на сеть была меньше то есть передается фотография и передается вот ключевые точки и потом нейронка на другом конце берет их друг на друга накладывает делает своеобразный дипфейк и на другом конце канала где собеседник тебя смотрит слушает он видит картинку как ты сидишь и полноценно разговариваешь вот и там пропускная способность сети существенно меньше нужна чем для передачи просто сжатой картинки при этом картинка получается замечательная красивая единственные единственная проблема что если вы сильно жестикулируете то это будет не будет так нормально полноценно передаваться и у вас фон если на фоне какие то вещи мелкие есть они могут очень странно себя вести то есть там может быть ручка от двери например на фоне видна и она будет там по двери как будто ездить да ну в принципе я думаю что это не критично то есть видите это приложение оно использует что оно использует стороне дополнительную услугу дополнительное звено то есть вот такую нейронку которая может эту картинку восстанавливать так то есть то есть там что происходит там у нас клиент отправляет информацию на сервер приложения где выполняется обработка да сервер приложения он связан с вот этим инструментом который делает восстановление рисунка да потом а потом передается уже другому клиенту так ну и там соответственно база данных тоже есть потому что вам серверу надо знать кто с кем может общаться и какие контакты то есть какому контакту дальше передавать так то есть получается уже нет уже даже не трехзвенная архитектура а многозвенная и чем сложнее у вас будет клиент серверное приложение тем более вероятно что у вас будет на именно многозвенная архитектура как и как я уже говорила особенно если вы будете использовать какие-то сторонние инструменты которые не вы лично разрабатывали не ваша команда вот и теперь смотрите если сравнить двухзвенную архитектуру которую мы проходили который по которой мы общались на прошлой неделе вот и сравнить многозвенную трехзвенную архитектуру которую мы рассматриваем сейчас то у двухзвенной основное преимущество в том что она проще согласны то есть у нас вот клиент есть сервер все больше ничего нет там не нужно заморачиваться на то как звенья друг с другом внутри в бэкэнде связаны да как мы делим распределяем задачи между этими серверами и так далее вот и в том числе плюс в том что у вас физически будет только один сервер он может быть облачный может быть физически реальный сервер реальная коробочка у вас там где-то в подсобке да либо в офисе но из этого же вы вытекает его недостаток эта система менее надежна и более требовательна к этому серверу то есть если с вот этим одним сервером что-то случится то у вас все слетит все испортится и ничего работать не будет и загрузка на этот сервер она существенно больше потому что он должен выполнять и задачи логики в приложении и задачи обращение к ресурсам то есть он как бы все делает сам вот но это в принципе похоже на человеческие команды да когда в команде один человек работает это конечно удобно потому что вам надо коммуницировать только с ним одним как допустим руководителю да но в этом есть и минус что если он вдруг один человек подведет то все развалится вот если мы говорим о трехзвенной или многозвенной архитектуре тогда у вас задачи распределены и соответственно на сервера нагрузка меньше и соответственно требования к этим серверам меньше то есть они не обязательно должны быть такие мощные и здравствуйте берег я вас увидела услышала пустила так поэтому включайтесь в лекцию ну и соответственно если у нас трехзвенная архитектура то требования к серверам меньше потому что у них меньше задач да они более узко специализированы соответственно вы можете более узко специализированный сервер подобрать так в том числе и облачный еще одно еще одно достоинство это степень гибкости масштабируемости растет это значит что это что мы можем когда если вдруг нам в серверной части надо что-то поменять нам придется менять не весь один сервер а можно поменять кусками за счет этого происходит гибкость мы можем допустим сервер приложения оставить как есть сервер дополнительных инструментов как поставить как есть а сервер базы данных немножко скорректировать и соответственно у нас это будет легче организовать во-первых потому что вам нам вам нужно будет заменять не весь сервер пока вы будете что то корректировать а только сервер базы данных если физически хотите сервер поменять А если программно, то тоже вам не надо все переписывать, вам достаточно переписать ту часть, то звено, которое вы хотите модернизировать. И масштабируемость. Масштабируемость – это что? Это когда у вас загрузка растет или задачи растут, то есть у вас больше клиентов, например, или больше задач надо сделать, то если больше клиентов, то вы, соответственно, аппаратуру можете обновлять по очереди, или, может быть, не все сервера, а только часть обновлять. Допустим, сервер приложений вам надо обновить, чтобы больше клиентов обработать, а сервер базы данных, возможно, и нет. Возможно, его достаточно будет оставить таким, как есть. Если мы говорим о функционале, то тоже вы можете дописывать проще какие-то части, новый функционал или, допустим, добавлять новые звенья в бэкэнд. То есть, допустим, вот у вас был сервер приложений, сервер базы данных, и вы поняли, что вы хотите масштабируемость провести по функционалу и ввести какой-то новый интересный инструмент, например, для обработки видео или фото, или для обработки данных, или для прогноза какого-то. И вы просто добавляете в эту архитектуру еще дополнительный звенок, какой-то сервер допуслуг. То есть, многозвенная архитектура позволяет вот так вот вносить изменения проще, чем в двухзвенной. Потому что в двухзвенной вам придется вообще весь сервер переписывать. И еще одно достоинство – это более высокая безопасность. Почему? Потому что вы можете для каждого из серверов прописать свои уровни безопасности. То есть, допустим, для сервера приложений у вас один доступ для разных клиентов, а для сервера базы данных вообще, допустим, доступ дать только от сервера приложений и админу, например, чтобы клиент напрямую в сервер базы данных обратиться не мог только через сервер приложений, дополнительные какие-то защитные барьеры. И третий плюс – это более высокая производительность, потому что у вас задачи распределены по серверам. И, соответственно, каждый сервер может узко специализироваться в своих задачах и все мощности тратить именно на то, чтобы, допустим, сервер приложений выполнял только логику, а сервер базы данных выполнял только работу с данными. И за счет этого их производительность однозначно растет. Вот. То есть, в принципе, какие-то вопросы по двухзвенной, трехзвенной архитектуре, многозвенной архитектуре есть? Клиент серверный. Так. У Баужана, насколько я поняла, нет. У Берека? Нет. Берек, есть ли у вас вопросы? Видимо, Берек уснул или пошел завтракать. Понятно. Так, ладно, давайте перейдем к лабораторным работам. Подскажите, пожалуйста, какие из лабораторных работ вы успели сделать, с какими успели поработать? Знакомьтесь со средой разработки. Я надеюсь, вы сделали. Да? Баужан? Вопрос не в том, отправили вы или нет, а вопрос в том, что делали вы или нет. Можете, пожалуйста, погромче сказать, более направленно в микрофон? Еще не догадываюсь. То есть вы первую еще даже не сделали? Так? Понятно. Берек, вы слышите? На связь выйдите, пожалуйста. Давайте я здесь напишу, потому что постоянно к нему обращаться. Берек, как подойдете, как начнете, начнете вновь участвовать в... Или... Как правильно сказать? Как выйдите на связь? Выйдите на связь. Пожалуйста, напишите или скажите что-нибудь. Паужан, вопрос такой. По первой лабораторной работе, почему у вас не получилось ее сделать? Это вопрос организации или вопрос того, что вы что-то не понимаете, как сделать? Нет, я понимаю. То есть у вас затруднений по тому, как это сделать, нет? Точно? Да, да. Хорошо. По второй работе затруднения какие-то есть под той задачей, которая перед вами стоит? Запросить доход, записать ответ, запросить расход, записать ответ и вывести на экран оставшуюся сумму. Здесь сложности в написании кода есть? Нет. Подскажите, пожалуйста, организационно что вам мешает? Я не буду ругать, мне просто хотелось бы знать, почему вы не можете собраться и сделать это? Боржан, у вас какие-то технические проблемы? Или у вас... Вас прокрастинация замучила? Не отпускает? Боржан? Нет, нет, нет. Вы знаете, что такое прокрастинация? Знаете, что такое прокрастинация? Нет, нет, нет. Не знаете. Прокрастинация – это когда человек знает, что ему надо что-то делать, но не может собраться это делать и лазит в социальных сетях, занимается чем-то посторонним. То есть он знает, надо что-то сделать, но не может это начать делать, занимается абсолютно другими необязательными вещами. Называется прокрастинация, и это проблема у многих людей. У вас проблема, почему вы не можете приступить в том, что технические какие-то проблемы, у вас какие-то личные проблемы, или у вас просто прокрастинация, и вы собраться не можете? Нет, вот тут же вот третий вариант. Третий вариант, собраться. Половину сделаю, потом другое сделаю. Понятно. Ну, смотрите, тогда попробуйте как-то… У каждого человека свои методы, как бороться с прокрастинацией. Кому-то помогают списки дел, и то, что вот он сделал, и вычеркнул это дело из списка, и такой, о, как классно, как замечательно. Второй вариант, еще есть вариант, что вы пока не убедите себя, зачем вам это надо делать, вы не будете это делать, потому что человек, вообще, существо довольно ленивое, это нормальное, это естественное состояние. Если себя не убедить, зачем это надо, то тоже движения не будет. Да, то есть вы сами себя заставить не можете. Еще есть вариант делать какие-то себе поощрения, да, то есть вы сделали какую-то работу, и там, например, какую-то вкусняшку себе дали, сказали, вот, ты молодец, ты все сделал, вот теперь ты можешь кусочек тортика съесть, например. Или какие-то еще поощрения, которые, ну, может быть, не еда, может быть, там, поход куда-то и так далее. Вот, давайте я попробую вам второй вариант замотивировать, да, смотрите, я вам говорила, что если вы посмотрите лабораторные работы до конца, да, то последние работы будут клиент-серверное приложение, да, и это клиент-серверное приложение будет маленький микро-чат-бот. Да, да, то есть у вас, вы сможете сделать такое приложение, где клиент будет с сервером общаться, и можно будет пересылать сообщение, чатик сделать такой своеобразный, маленький. Вот, но проблема в том, что если мы не пройдем вот эту первую, первые простые задачи, они простые, согласны? Я постаралась их делать простыми. Если мы эти простые задачи, вы их не поделаете, да, то вот до этого чат-бота вы не дойдете. Почему? Потому что уровень усложняется, да, и... Если вы простые вещи не закрепите, не закрепите, как это делать, то к чат-боту вы уже потеряете нить о том, как к этому подходить и что, что значит, да, какие есть подходы. Вот. И второй момент – это то, что теоретически вот у вас с РС, да, это написать свое клиент-серверное приложение. И здесь, допустим, можно написать игру, небольшую игру, в которую вы потом сами можете играть и потом своим, допустим, друзьям, знакомым давать мини-игра текстовая и говорить, вот это маленькая игра, которую я там написал. Вот так вот написал и все. Понимаете? И третий бонус того, что вы вот это поделаете, знаете, какой? У вас в следующем году выпускной курс, правильно? И вы можете начать работать над своим дипломным проектом уже сейчас. То есть в рамках занятий, да, в рамках тех предметов, которые вы сейчас проходите, вы можете уже начать делать какой-то проектик, который в следующем году, и вы его чуть-чуть еще дошлифуете, и будет готовый диплом. Понимаете? А клиент-серверное приложение – это вполне хороший проект для дипломной работы. Абсолютно. Я могу вам в этом помочь. То есть чтобы у вас какой-то минимальный функционал был, а в следующем году, чтобы вы на этот минимальный функционал еще функционал дописали, довесили, и у вас был бы полноценный диплом. Как вы считаете, вам было бы интересно так двигаться? Да. Но для этого нужно вот эту базу, вот этот алфавит пройти. Хорошо? Я бы хотела, чтобы вы мне отправили эти работы даже больше не для того, чтобы оценки вам поставить, а для того, чтобы вам подсказать, что вот здесь можно немножко по-другому это сделать. А здесь вы, может быть, ошиблись немножко, и надо пишется по-другому, да? А здесь вот можно улучшить, оптимизировать, сделать более красивый код или больше функционал. Понимаете? То есть эти работы, они больше нужны не для того, чтобы вас оценить лично мне, а больше нужны для того, чтобы помочь вам эти знания закрепить и скорректировать, чтобы у вас ошибочные какие-то моменты не закрепились, и вы потом с этим не мучились. Понимаете? Да, поняли. О, Берек вышел на связь. Отлично. Берек, вопрос такой. По двухзвенной... О, двухзвенной, трехзвенной архитектуре. Вам понятно все? Вы сможете потом на тестирование ответить? Берек, вы опять пропали. Понятно. Второй вопрос. По лабораторным. Вы какую-то работу хотя бы делали? Первую хотя бы. Тогда дальше вопрос. Вы Python установили себе на компьютер? Смотрите, еще раз повторю, как и Бауржану. У нас в конце семестра планировалось, что мы с вами сделаем небольшой чат-ботик. Чат-бот. То есть клиент-серверное приложение, которое чат делает. Но если мы не будем делать первые задачи, то мы до него не дойдем. Во-первых. Во-вторых, вы можете вот этот курс Python потом использовать для того, чтобы нормально, полноценно дипломный проект написать. И можете даже в рамках СРС то, что делаете, можете свой проект писать постепенно. По той методичке, которую я в СРС вам отправила. И делать постепенно свой проект, какую-нибудь игру или какое-нибудь приложение, которое вам интересно. Я вам могу подсказывать. Причем я могу вам подсказывать не только по реализации на Python, но и по тому, как это приложение сделать более интересным. Потому что, в принципе, вот я сейчас в том числе и со старшим курсом работаю по другому предмету. Я помогаю им их темы дипломов доработать, додумать, даже несмотря на то, что я не дипломный руководитель. Мне просто интересно, мне хотелось бы, чтобы у них были классные, интересные проекты. Еще такой момент, который я Баужану еще не успела сказать, это то, что если мы сможем сделать какой-то интересный проект с вами, то можно будет участвовать в интересных мероприятиях, во всяких соревнованиях, кубок Акима и так далее. И даже если там не выигрывать призы, то просто само мероприятие, оно интересное. Вы приходите, там новые люди, это халык-арена гигантская, вы там презентуете, рассказываете, что за проект вы делали. И мне кажется, это интересно, это очень насыщенно. И потом у вас еще грамоты будут, и в университете вам похлопают, скажут, какие вы молодцы, что в соревнованиях участвовали. Но это больше просто как событие университетское, которое вы будете потом вспоминать, что вы в университете не просто учились и делали какие-то там непонятные работы, непонятные лабораторки, непонятные отчеты, а вы делали интересный проект, участвовали с этим где-то в каких-то мероприятиях. И честно сказать, на самом деле, если у вас будет классная, хорошая идея, которую я постараюсь помочь вам дошлифовать, доработать, то в конце учебы, после того, как вы диплом защитите, вы можете вот эту идею с реализацией в коде сделать основой вашего собственного бизнеса. Понимаете? То есть начать эту штуку продавать, зарабатывать на ней деньги – это вообще то, к чему я вообще стремлюсь со студентами. Я не знаю, интересно вам это или нет. Вот, но по крайней мере, смотрите, здесь я тоже повторюсь немножко то, что я говорила старшему курсу, ну, выпускному курсу. Вы наверняка слышали от ваших знакомых такую проблему, что вот мы закончили университет, а на работу устроиться невозможно, потому что все требуют опыт работы. Слышали такое? Да, да, да. Очень часто. Но фишка в том, что ваши проекты, которые вы делаете в рамках университета, да, вот, допустим, как СРС для этого предмета, как какие-то практические работы для других предметов, да, как дипломный проект, их всех можно указывать в резюме как опыт работы. Понимаете? Их можно все указывать как часть вашего портфолио, потому что у программиста есть резюме и есть портфолио. То есть резюме – это какие навыки, какими навыками он обладает и где работал, да, а портфолио – это какие проекты он делал. Так вот, курсовая работа или дипломная работа, если она нормально сделана, она полноценно ложится в портфолио, и это такой опыт работы, который любой работодатель будет с удовольствием рассмотрит и, скорее всего, возьмет такого работника. Понимаете? То есть попробуйте учебу в университете сделать не просто получением корочки, да, и даже не просто, не только получением знаний. То есть, в принципе, в университет приходят за корочкой в первую очередь, некоторые, не все, но некоторые за знаниями, да. Попробуйте получить от университета три вещи – диплом, знание и опыт работы и портфолио. Понимаете? И вот по этому предмету у вас есть возможность сделать проект, который в ваше портфолио ляжет, ваш опыт работы ляжет, к вашим навыкам закрепится. Понимаете? Согласны? Да. Но для этого надо немножечко включиться. Хорошо? Вот. И еще раз повторю, вот эти лабораторные работы или СРС, которые я оформила в виде методичек, которые я прошу вас сделать и мне прислать отчеты, они нужны нам с вами больше не для того, чтобы я вам оценки выставила, потому что сейчас там еще есть нюансы по Платонусу, как оценки выставляются, но мы это обсуждать не будем. Вот. То есть за… Вот. А больше для того, чтобы мы с вами определились, где вам, где вы немножко недопоняли и где вам нужно дообъяснить, допонять, доразобраться. Хорошо? Хорошо? Поэтому давайте включимся и поработаем на будущее, на свое будущее, на ваше будущее. Хорошо? Тогда давайте сделаем так. Сейчас вы на связь вышли с компьютеров или с телефонов? С телефона. С телефона. Берик тоже, скорее всего, с телефона, да? Да, да, да. У вас есть возможность к 11 часам с этим телефоном сесть перед компьютером? Нет. Если есть возможность, то к 11 часам сядьте, пожалуйста, перед компьютером, чтобы… Вот я вам буду показывать в Пайтоне, как какие-то вещи кодировать, да? Чтобы вы могли параллельно у себя это тоже пробовать делать. Если какие-то вопросы возникают, то даже показывать свой экран, да, видео или там фоточками, чтобы я могла вам подсказать. Ну и, по крайней мере, просто словами. Если, допустим, не получится показать, то, допустим, можно было в чате, например, написать, что он выводит, да, чтобы я вам сразу могла помочь скорректировать. Хорошо? Если не получится перед компьютером сесть, ничего страшного, постарайтесь так все это разобраться. А потом я все это все равно пишу на видео, выкладываю в YouTube. Соответственно, когда будет возможность сесть перед компьютером, вы можете включить это видео в YouTube и попробовать тоже повторить, да, поразбираться. Договорились? Тогда жду вас в 11, и мы тогда продолжим практику. Тогда до встречи.